всех приветствую и сегодня такой необычный ролик времени не хватает вот решил с машины записать итак вопрос старость и что делать коллекционированием собирательством собственно стоят два вопроса это впервые что делать с тем материалом который уже собран как с ним поступить и второй вопрос собирать продолжать или не собирать но кто перешел за 70 она уже нужно подумать о чем-то другом вот и встают такие вопросы но вот я для себя уже как-то определился и на первый вопрос отвечаю так конечно это не одномоментно еще минутное дело вот я так решил и все это как-то потихонечку все думается и решается что делать с этим материалом который уже есть но я вот решил для себя наверно что не буду расставаться до самых последних мгновений как говорится уйду в мир иной и пусть остается как остается как уж потом поступят те кто кому достанется что-то это уже их вопросы я просто вспоминаю стариков с которыми по жизни пришлось сталкиваться но какие-то самые мудрые наверное такие продвинутые они как-то умудрялись продавать вообще все или почти все но кто-то если какие-то по несчастью или какие-то так обстоятельства складывались там может быть как-то не распорядились но кто с головой только те как-то вот я как-то могли вот распорядиться но я подумал что я не такой как лица умный чтобы там что-то начать это все за продавать как-то там искать чего-то такое необычное да и что там это как-то подумал с какого перепугу я там 50-60 лет применяете какие-то бумажки лежали а потом раз отдать и потом неизвестно там никогда чего ждать и еще но это просто очень потихонечку как то так вот конечно что то если подвернется там или обстоятельства конечно чем-то расстанусь но пусть будет при мне пока все второй вопрос но связи с тем что вот это все остается продолжать собирать или не продолжать ну тоже вот не сразу не грязи не в один момент тоже пришел к мысли что буду собирать ну то есть не то что сократ а буду продолжать заниматься своим таким делом тем более пенсионер время как-то все равно и хотя и возможности совершенно не те но тем не менее в частности например и обратил внимание вот что состояние моих многих подборок она просто без слез не взглянешь и на взгляд постороннего человека они могут показаться просто чем-то таким бумажками смешными ничего не стоящими поэтому решил обратить внимание на состояние каких-то вещей которые у меня есть и попробовать их ну достойно как бы сделать оформить в этом смысле очень большое спасибо дмитрию коллекционеру который своими роликами он буквально вниз подвигнул такие вот подвиги я хотя и грится не дружу сам с компьютером там делаю все от руки но тем не менее вот начал делать и надеюсь что потихонечку потихонечку приведу в порядок вот и какие-то свои вещи ну и в то же время хочу обратить внимание на тот материал который у меня скопился помимо допустим вот их основных тем вот марки всего мира до 50-х годов а с этого столетия или там какие-то темы и вот в россии там много-много сейчас стран вот немного но англия франция финляндия швейция они прямо отпочковались такие солидные альбомы ну конечно я не не тяну уже там на полноту и ничего такое прочее но у меня большой вот как не то что в фонд она просто залежалась очень много марок других стран но современных я на них внимание он просто складировал и складировал не в обмен они не шли ничего потому что в общем то никому не нужен рассказать мусор и вот я подумал что разберусь-ка я вот современными начал листать смотреть как-то как-то пошло но почему почему бы нет и вот те вот у меня допустим эти альбомы там не знаю уже сколько их там с десяток где я как бы обозначил каждую страну теперь я решил делать так называемые слепые коллекции то есть я подбираю марки тех стран современные марки которые вот были у меня в этих вот как бы в альбомах и продолжать их ну там где будет время желание там возможности каталогизировать хотя бы хотя бы по годам пусть это будет неполно я конечно это сделал например люксембург разобрал где я спрашиваю себе где люксембург но тем не менее у меня они как-то скопились и там по каталогу начал там смотреть и так разместил какие-то там десяток другой листов и дополнил допустим старые классические люксембург и вот так вот я хочу поступать со всеми другими странами марки которых у меня уже имеются то есть вот современные марки это чисто такое стариковской наверно вот что если не поступает многое такого тяжелого материала дорогого ну заниматься просто вот марками как вот это знаете как вот вернулся в детство когда радовался всем всем маркам всем всем не было радость это потом уже со временем как-то немножко привыкаешь немножко кажется что это не то это не так а сейчас вот уже немножко и взгляда меняется вот я хочу посмотреть как вот будут меняться мои взгляды как будет вот меняться психология собирателей коллекционера по отношению к тем предметам которые я интересуюсь это конечно чисто наверное такой опыт мой и он не применим наверно будет никому но может быть кто-то когда-то все равно старость придет ко всем и может быть что-то как-то можно будет и подумать над этими вопросами я просто вспоминаю я надеюсь что вот я вспоминаю своих стариков с которыми я по жизни приходилось столкаться я надеюсь конечно что они дойдут до какого-нибудь маразма меня не будет там трястись руки я не буду помечать марки чернилами пером что вот это мое что у меня там кто-то что-то крадет или там еще что-то такое но много и всяких таких девиаций так скажем отклонений от таких адекватного восприятия действительности ну и другие какие-то вещи например там какая-то болезнь что-то такое уже ты становишься невменяемый не дай бог там чтобы это ну в общем вот и будет ли вообще угасать прямо там мне интересно я не знаю мне мне все равно до сих пор как-то интересно и как-то вот все это меня интересует общем общем решил не расставаться с любимым увлечением и держаться до последнего мгновения не знаю как это получится но если вот у меня будет желание как то вот вот еще и какие-то ролики делать там или как-то делиться какими-то переживаниями или какими-то изменениями вот именно в этом деле я наверное постараюсь это если сохраню этот какой-то задор постараюсь подделили делиться с вами дорогие друзья коллекционеры которые вступили на эту стезю на эту дорожку и продолжают идти и заниматься этими делами но надеюсь вот немножко подберут какие-то вещи и надеюсь показать их в ближайшее время хотя времени тоже не очень-то и хватает да и жизненные всякие не врядицы преследуют нас но тем не менее нужно заниматься тем что интересует человека то что каждому интересно и и тогда в этом будет какая-то энергия энергии жизни энергии интереса на этом наверно все всем спасибо кто смотрит кто коллекционирует надеюсь у всех все хорошо всего хорошего и до следующих встреч